МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Санникова Анастасия. Я являюсь ринг-гелс Дальневосточной Федерации по панкратиону, или сокращенно МФП. Ринг-гелс я уже работаю на протяжении 6 лет. Очень такая затяжная профессия. Я бы даже сказала, что это образ жизни. Здравствуйте! Меня зовут Кот Виктория. Я ринг-гелс Дальневосточной Федерации современного панкратиона. Работаю уже в этой сфере 6 лет и не собираюсь с этим завязывать. Привет! Меня зовут Шевкопляс Даша. Я ринг-гелл Академии бокса. Здравствуйте! Меня зовут Инета. Я из города Краснодар. Я работаю ринг-гелл на боях тех 3. Привет-привет! Меня зовут Анжелика Андерсон. Я главная ринг-гелл М1 Глобал. Всем привет! Меня зовут Пола. Я ринг-гелл W5. На любом мужском поединке, что рыцари боролись или еще что-то, всегда был рыцарь боролся за женщину. Это вдохновение. Мы девушки, мы вдохновители. Мы немножко их успокаиваем. В то же время, наоборот, их как бы даем им огня, чтобы они нас увидели. Мы должны выдать энергетику ту. Либо мы улыбаемся, мы выдаем им позитив, либо мы выходим, выдаем им страсть. Мы можем выдать любую эмоцию на ринге. Именно вот в эти 15 секунд, которые мы проходим, мы выдаем настроение. Настроение, поэтому это тоже очень важно. Но кроме этого, я считаю, что выдавая настроение, мы не должны забывать о том, что если мы остаемся в этом коллективе, мы должны уметь с ними общаться и подавать себя именно как ответственная, как неглупая рингеол, как бы, да, девушка, которая не просто ходит и выносит таблички. Это тоже как бы в своем роде профессия выдавать эмоции и держать себя в той форме, в которой вы видите девочек на ринге. Это женственный, сильный, воинственный. Это блеск в глазах, это улыбка, это ненаигранность, уверенность. Выйти, почувствовать эту мягкость ринга, почувствовать этот выход ножки из-под наших канатов, просто как ты прогибаешься, ты плыть должна по этому рингу. Я считаю, что деятельность рингеола – это не просто выносить таблички. Рингеол – это само по себе украшение мероприятия, где скапливается много мужчин, и своего рода мы разбавляем вот этот контраст тяжелой борьбы с неким таким красивым женским мечом. Ну как, это, я считаю, украшение турнира. Если бы не было, мне кажется, нас, девочек, то это и так достаточно такое жестокое зрелище, я считаю, как бы мне это не нравилось, но это действительно так. И девочки, они вносят, мне кажется, свою такую долю немножечко, ну вот красоты, какой-то грации, изящества, это всегда приятно смотреть, и, ну, я считаю, что это должно быть. Она должна уметь себя подавать, улыбка, там, взгляд, эмоции правильные носить в зал. Конечно же, фигура. Мне не нравятся девочки очень худые. Я считаю, что рингеолз должна быть более спортивная фигура. Вот, рост, в принципе, я считаю, что не имеет значения, потому что это не модели, и в ринге, в общем-то, особо непонятно, высокая девочка или низкая, ну, или не очень высокая. Тем более, когда ты одеваешь каблуки, ну, я, допустим, не высокого роста, у меня рост 168, то есть это не 175, как обычно модельные, там, девочки их ищут. Но когда я одеваю каблуки, то, ну, мой рост уже составляет больше 175, и мне кажется, что это вполне приемлемо для ринга. Почему нет? Ну, вот хорошая фигура, я считаю, что это одно из главных. Это должна быть такая немножечко правильная, красивая, немного дерзкая улыбка. Я скажу так, ну, просто все-таки это бокс, и если мы будем такими прям супер милыми девочками, наверное, будет немножечко не то по настроению. Ну, в общем, должна быть немножечко такая какая-то дерзкая изюминка, мне так кажется. Работа рингеус вообще достаточно так специфична сама по себе, потому что у всех свое понятие, да, кто-то думает, что это просто можно пройтись табличкой, кто-то видит это как какую-то картинку, именно, что образ, просто фигура у девушки должна быть красивая. Я считаю, что здесь все в комплексе. Мы часть шоу, да, мы тоже вносим свой вклад, мы поддерживаем бойцов, мы красивый антураж создаем на ринге. А часто нам приходится давать какие-то интервью, записывать подводки, приглашения. То есть девушка должна быть не только физически хорошо сложена, да, и там симпатичная на лицо, она должна уметь преподнести себя. Вот. И, соответственно, должны быть эмоции какие-то, то есть, а не просто картинка красивая, потому что, ну, если бы это все было просто так, наверное, не было бы такой большой сложности найти хороших девчонок. Ой, когда-то я в интернете увидела, мне кто-то скинул такую фотографию, где как раз я несу табличку, и там такая подпись, «Ради них мы смотрим бои» или «Ради них мы приходим на бои». Я точно прям дословно не помню, но это было безумно приятно, конечно. Но на самом деле рингеолы, они нужны для того, чтобы просто отвлечь свое внимание от вот этой вот некой жестокости, интриги, не интриги, жестокости и в то же время зрелищности, просто чтобы сгладить своей женской красотой. Конечно, случаются курьезные случаи. Однажды со мной произошла такая история, значит, у меня что, табличка, она перевернутая. Я просто понимаю, что, как бы, я выгляжу хорошо, табличка все вместе, а народ ошарашенный, кричит просто «переверни, переверни». Ну, и, соответственно, как бы... Была у нас один раз такая ситуация, бился наш Владивостокский боец, мы очень за него переживали. Вот, и с моей напарницей мы обсуждали очень яростно, как он выходил, музыку, там, все вот эти моменты, подробности, так, и прям тряслись сильно. И в какой-то момент мы понимаем, что уже прозвучал гонг, а мы не вышли. То есть мы не сделали наш проход, который должны были, и мы так друг на друга смотрим перепуганно. И у нас такой смех прям сразу заразительный родился. Было очень нам смешно, и, слава богу, никто не заметил. Так что начальство не знает, никто не в курсе. Я падала. Было и такое. Мы работали еще не на больших площадках, а это было здание цирка в городе Владивостоке. И, в общем, там бойцы выходили, ну, и в том числе мы, из-за штор. Ну, собственно, а я баловалась. И я просто закрывала эти шторы зачем-то и провалилась куда-то в никуда. Ну, было очень смешно. Еще что я делала? Я... А, как-то с Викторией, собственно, мы забыли выйти. Мы пропустили наш выход. Но самое интересное, что никто этого не заметил. Ну, такое было. Курьезные, курьезные, курьезные случаи. Курьезных случаев было больше, когда я... Не, ну, когда я работаю в шинге, там курьезные случаи, может быть, только, наверное, в основном, когда там каблук сломался, где-то подскользнулся, где-то упал или еще что-то. Больше курьезных случаев, наверное, было, когда я все-таки работала ведущей. Потому что я настолько сильно нервничала, настолько переживала, это мои первые эмоции, первое все, я никогда не училась, никогда не работала этим. И тут вдруг мне дают камеру, микрофон, наговори, вот прямой эфир, давай, let's go. Первые мои эмоции, конечно, это были эмоции от боев, от того, насколько это сложно оказалось, я решила попробовать, что вообще такое вот эта борьба, да, и что такое ММА. Во-первых, мне захлестнули эмоции того, как мужчины боролись, как это было сильно, как это сложно, и я видела эмоции людей, там, о боже, кровь летит, о боже, он там что-то сломал ему. А я сидела вот так вот, прям вот, вот он ринг, вот я вот тут сижу, смотрю, думаю, блин, нифига себе, это так эмоционально, мурашки по коже бегают, короче, надо попробовать. Ну, я пошла к тренеру одному, мы попробовали с ним пару занятий по ММА, боже мой, моя голова просто взорвалась. Но были забавные, когда там перевернутая табличка, причем я скажу, что перевернутая табличка не у меня была, а у моей девочки, с которой мы работали, но из моего же коллектива. Я считаю, что это была вина не ее, а так у молодого человека, который подавал таблички, потому что ты, когда залезаешь в ринг, у тебя уже как бы, это некрасиво, когда ты там смотришь, что ты проверяешь, что ты должна взять и пойти, я считаю, ты должна правильно себя подавать. Вот. А молодой человек вообще не потрудился, даже не посмотрел, дал девочке перевернутую, ну, вот она так и ходила, это, конечно, было очень забавно. Вот, все оценили, похлопали, посмеялись. Я безумно люблю танцевать, я просто люблю передавать своим телом все свои эмоции, не только. Я начала с фотографии, да, передавать это, потом это перешло в видео, пошло это в конкурсы, в фитнес-спорт, но еще были танцы, но танцы я никогда не показывала. Я слышу музыку, я ее чувствую, я обожаю это, я люблю прям, вот, не знаю, пластику, ритм, поэтому для меня это тоже хобби, хобби, которое я очень люблю. Вот. А еще я люблю безумно готовить. Я люблю кухню, и я говорю, когда у меня будет свой дом, мне нужно, чтобы моя кухня была самым идеальным местом на свете, я готова там спать, мутить там что-то, готовить, постоянно какие-то эксперименты. Еда, еда, это прям вот для меня тоже такой фетиш, как бы, я прям обожаю это. Я пропагандирую активно спорт, когда-то работала фитнес-тренером, сейчас уже не работаю, занимаюсь дополнительным дизайном одежды, и скоро это будут спортивные вещи, и не только, ну, скоро все увидите, я думаю. И занимаюсь творчеством в виде татуировок и перманентного татуажа. Ну, это, будем говорить, моя деятельность, моя работа. Люблю очень много, и очень много хочется еще в своей жизни попробовать. Вне ринга. Вне ринга я занимаюсь основной работой, я работаю тренером морских млекопитающих, это очень, наверное, сейчас будет странно услышать, но, тем не менее, это так. Моё хобби – это море, и все, что с ним связано, это дайвинг, это плавание, это все, что угодно. Ну, и работа у меня, опять же, связана с морскими жителями. В ближайшем будущем я особо ничего не планирую, потому что у меня голова забита, это предоткрытием, собственно, океанариума, в котором я работаю. Мы выкладываемся там ежедневно по полной, то есть по несколько тренировок в день, там, водных и неводных, всяких разных, в общем. Вот. А в дальнейшем, ну, есть мечты, конечно, без них, ну, никуда. Вот. Но они более приземленные. Мне кажется, что у меня уже, в принципе, все есть. Хотелось бы остепениться. Хотелось бы ощутить гармонию души и тела. Хотелось бы, чтобы меня понимали. Хобби. Для меня всегда было хобби музыка. Но сейчас это моя основная работа, и она занимает очень много у меня времени. Я пошла учиться на диджее. Меня научили всяким кнопочкам, как управлять, что это такое. И, в принципе, даже, так скажем, еще не научившись до конца всему, мне уже стали поступать какие-то предложения. И я поехала в гастроли в Китай на полтора месяца. У меня был такой очень плотный тур. Я увидела почти весь Китай. И это было очень классно. Я стала лучшей девушкой диджея 2015 года. Я играю в самых лучших клубах России, Москвы. Я отыграла перед мировыми диджеями, такими, как Оливер Калецкий, Animal Picnic, Райан. Я играла вместе с доктором Дрю, Back to Back. Я участвовала в фестивале и разогревала Locked Ice. Этим летом я приехала на Ибицу и уже отыграла там в трех местах. Конечно, это там не спейс, не ушвая, но, тем не менее, Ассенсет Ашрам, КМ5, Суши Пойнт – это очень знаменитые места на Ибице. Вот, для меня это просто вау. Я сама от себя такого не ожидала, честно говоря. Я руководитель коллектива. Это чирлидинг-шоу. Уже почти два года руковожу. Ну, вот, так скажем, все мое время практически уходит на тренировки, костюмы, заказчиков, девочек. Ну, вот. Это основная моя, основной мой род деятельности. Планирую в дальнейшем тоже этим заниматься. Может быть, через несколько лет, когда там мне будет уже чуть-чуть побольше. Я сама выступать не буду, но у меня всегда есть девочки, красавицы все, красивые, спортивные, которые смогут, так скажем, не то, что меня заменить, но смогут так же красиво презентовать команду, представлять ее на всех турнирах и выступлениях. Просто бои, на самом деле, и бокс, тайский бокс, ММА, с ними там смешанное единоборство. Это моя любимая площадка. То есть я... Нет, мне нравится, конечно же, безусловно, выступать на других мероприятиях. Это и футбол, баскетбол, хоккей, все что угодно, волейбол. Но бокс, такой атмосферы, как там, нет нигде, лично для меня. И поэтому я прикладываю все усилия, чтобы мы выступали на... Ну, конечно же, не всех, но как можно больше, чтобы мы... Чтобы нас узнавали, чтобы нас звали. Вот. Ну, пока что получается. Надеюсь, что в дальнейшем мы только развиваться будем. Ничего, я... Так мы тренируемся в бойцовском клубе. Вот. Занимаюсь тайским боксом. Надеюсь продолжать. Я занимаюсь непрофессионально. То есть я не собираюсь выступать на каких-то соревнованиях. Я считаю, что это не женское дело. Но! Не женское дело выступать именно. Но именно как тренировки, мне это нравится, мне это интересно. А еще я мастер спорта в художественной гимнастике. Вообще я по образованию менеджер. Но вообще всю жизнь занималась профессионально танцами. Вот. Спорт, танцы. Сейчас я очень увлекаюсь фридайлингом. У меня уже вторая ступень. То, что на 20 метров нырять могу. И ныряла. Это очень интересно. Также сапы мне очень нравятся. Это сейчас очень модное такое направление. Особенно у нас во Владивостоке. Все-таки город у моря как-никак. А зимой предпочитаю сноуборд. Вообще, в принципе, люблю заниматься спортом не в тренажерных залах. Да, там потеть. Хотя это тоже присутствует. Но мне больше нравятся какие-то виды спорта, которые задействуют различные группы мышц. То есть также я повторюсь, да, сноуборд, сапы, ныряю, прыгаю со скал. Люблю кататься на лошадях. Только не какие-нибудь такие легенькие прогулочки. А так конкретно хорошо погонять по полям. Девчонки, обязательно поддержите своих. Мужчин, чтобы они становились сильнее, чтобы они поддерживали вас. Любите друг друга, будьте счастливы, берегите друг друга, будьте здоровы. И всем мира. Хочу пожелать телезрителям канала Матч Боец. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. И не отказывайте себе в удовольствиях. Жизнь, она одна. И нужно прожить ее хорошо. Дорогие телезрители, я желаю вам счастья, удачи, любви. И надеюсь, что скоро мы с вами увидимся на лучших бойцовских турнирах Москвы. И не только. Смотрите телеканал Матч Боец. Смотрите Матч Боец. Занимайтесь спортом. Любите своих женщин. Всем телезрителям я хочу пожелать ставить перед собой новые цели и обязательно достигать их. Не хочу быть банальной. И, наверное, знаете, люблю обычно говорить, я присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые есть вообще на свете. И слю их вам, что-то в этом роде. Вот. Я, главное, желаю вам быть здоровыми. Я в последнее время понимаю, как это важно. Будьте здоровыми. Будьте позитивными. Не знаю, улыбайтесь. Вот прям не только улыбкой, но и глазами, и внутренне. Поэтому желаю вам очень классного настроения. И смотрите Матч Боец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok